Я показывала своей внучке, она говорит, ты чё, это я же, это не ты, это была маленькая девочка из-за башенации. В пятилетнем возрасте я любовалась, мы жили в таком клеве, там только одни уральские казаки, в Башкире такая очень мало, только все русские уральские казаки. И вот я по домам ходила, мне нравились по домам ходила. Я ходила по бабушкам, где висели иконы, изображения лики святых. Мне это было очень как-то интересно. Я стучала, заходила, говорю, можно мне просто посмотреть? Давали мне эту огуретку, и вот я сидела и смотрела на эти красивые лики. Они были в красивых срастах, в жемчужинках, в таких вот, там лампадки разные висели. И вот я изобразила вот такой у меня свой, из жизни. Когда также в ее возрасте, наверное, в пяти-шестилетнем возрасте, и был такой случай, мама поберила дом, белый такой был. Я что-то посмотрела, мне показалось, что очень пустое, белое, некрасивое. Из печки, из бани я выгребала угольки, взяла лестницу и начала полностью весь фасад дома разрисовывать цветами, бабочками, там разными животными. Родители, когда пришли, сработает, они ужаснулись, вроде как, ну что за такое. Мы не ругали, похвалили, даже сказали красиво. Папа сказал, да ладно, уголь же, он смоется дождик дождем. Не переживай, сочетай, мама сочетай, дождай. Но здесь я попыталась изобразить, как бы, связь времен, что ли. Все мы отсюда, с корнями. Вот волей судьбы, я уже 25 лет, вы, наверное, заметили, что здесь голуби висят, где там, на забиратах, да, с бумажной пластикой. Здесь 25 голубей, это значит, 25 лет я живу уже здесь, в Баблах. То есть вот такой символ, как бы. А здесь у меня изображено, там, где я родилась, там не только занимались тем, чем занимаются все люди в обычное время, но и гончарное производство очень сильно развито было. Поэтому я тоже, видите, здесь и на окне находится, здесь вот на забое висит. И вот здесь старинные, древние, можно сказать, такие вот флазы, рынки и так далее. Здесь вы, если хорошо рассмотрите, здесь и татарские монетки. Здесь, если хорошо рассмотрите, уже стоит девушка в возрасте, ну, как бы уже 16 лет. Она стоит в костюме аркаимовской девочки. То есть, когда мы аркаимы и ездим, и посещаем музей. Спасибо большое, благодарю Эльвиру Нуриславовну. Она мне постоянно, она занимается экскурсиями, и получается, я посещаю вот такие святые, можно сказать, места. Это также на Урале, в Агаповском районе, в Листе Монетогорской. И там в музее я посмотрела полностью гостюм этой девушки. И вот здесь я попыталась образить. И получилась такая связь с временем. Птица такая, углем нарисованная, переходящая в цвет. Ну, вот, конечно, у нас у каждого в жизни мамы были, бабушки. И вот здесь я попыталась изобразить, как я пришла в гости к бабушке, аромат «Бабушкиного чая». А когда мы были школьниками уже, пионерами-октябрятами, мы любили очень делать секретики, особенно в нашем возрасте. Мы в земле делали такие яблочки и закапывали разные стеклышки, фарфоровые, а потом стеклом закрывали. И там начался секретик. Но здесь секретик в чем еще? То, что я рисовала, вот мамина прялка, вот я рисовала небольшие, на фанерке, почему-то на фанерке я постоянно рисовала. И везде дома развешивала, и в ванне, и дома, где мне позволяют. Везде развешивала.